Привет друзья! И вот он распиаренный среднебюджетный смартфон от Huawei. Huawei P Smart Plus или же Nova 3i. Это один и тот же смартфон. Первый для нашего рынка, второй для китайского. Но пользоваться можно и тем и другим. Чем он интересен? Во-первых, это среднебюджетный смартфон с новым достаточно производительным процессором Kirin 710. Во-вторых, в нем отличное селфи, камера на целых 24 мегапикселя, да и основная тоже не промах. В-третьих, современный дизайн и материалы корпуса. Все в тренде. Давайте посмотрим на него в деле. Поехали! Начнем конечно же с цен, ведь это самое главное. Первое, что хочу сказать, что глобалка на Алиэкспресс есть, как и китайская версия. Глобалка из коробки идет с гуглами и я думаю, что все же если брать, то уже глобалочку без китайщины на целых 4128 гигабайт памяти. Разница в цене, как видите, есть и тут уж вам решать. В китайской версии будут местами встречаться китайские приложения, но если вас это не пугает, то можно сэкономить. Ведь прелесть прошивок и глобалок и китайских версий в том, что они мультиязычны. В Украине данный смартфон широко представлен, как Huawei P Smart Plus. И тут лучше брать уже по месту, поскольку растаможка не грозит, ждать не нужно и цена приемлема. В России уже лучше брать с Алиэкспресс. В общем, все ссылки я оставлю в описании, там смотрите и сравнивайте цены. Итак, внешность. Мне данный смарт на тест достался без коробки, но комплект стандартный. Зарядка на 5 вольт 2 ампера, микро-USB шнур, скрепка и комплектный чехол. Смартфон достаточно красив. Материалы корпуса металл и стекло. В данном случае красивенный синий градиент, переходящий в фиолетовый, но есть и другие цвета. При этом вес небольшой для 6,3 дюймов, 169 грамм. Торцы металл, сзади и спереди 2,5D стекло. И внешне и на ощупь телефон ощущается далеко не дешевым. Сборка на высоте. Сканер сзади и работает, как и положено, очень шустро. К слову, разблокировка лицом тоже есть и работает отлично. Можно включить функцию активации дисплея по поднятию со стола и смартфон разблокируется, узнав ваше лицо. Это удобно, учитывая, что сканер на спинке. Снизу динамик, microUSB порт, микрофон и как круто, что тут оставили вход по 3,5 джек. Похоже, производители услышали многочисленные возмущения по поводу его отсутствия и тренд потихоньку отходит. А вот челочка, скажем так, трендовая, есть. В ней динамик, датчики, в динамике индикатор событий. Только видно его не очень. Касаемо челки, я уже не в первом обзоре указываю на возможность скрыть ее в многих смартфонах, как и тут. Я, например, сразу скрываю в настройках и она полностью перестает бросаться в глаза. Плюс в ней полезная информация, это отлично. Для кого-то может плюс, для кого-то минус, но напомню, что тут все еще microUSB вход, а не Type-C. Лично мне больше по душе Type-C. Дисплей 6,3 дюйма, IPS, Full HD+. Huawei в последнее время ставят очень неплохие матрицы в среднебюджетный сегмент. Тут тоже хорошая матрица. Отличная цветопередача и очень важно, что тут диапазон регулировки яркости широкий, достаточный как в самом низу, так и при свете дня. Хотя для полного комфорта чуть-чуть можно было бы и ярче. Обращаю ваше внимание на то, что скругления по краям дисплея, если скрыть челку, симметричны. И мне нравится, что они не слишком выражены. И при потреблении контента не обрезают полезную площадь. Это радует. Как всегда в оболочках от данной компании все интуитивно понятно и продумано. Тут можно настраивать баланс белого и цветопередачу под ваш вкус. Под углами картинка тоже хорошая. В общем, дисплей не вызывает нареканий. Взглянем под капот. Kirin 710. Это уже хорошо знакомый мне процессор еще с обзора смартфона Honor 8X. И скажу так, что среднему пользователю этот процессор будет как находка. Никаких подлагиваний, оболочки, никакой задумчивости. Все летает благодаря достаточно мощному, хоть и не флагманскому процессору. Этакий середнячок на все случаи жизни. Поиграть, да, без проблем. Правда, в самые тяжелые игры не получится на максималках. Хоть тут и заявлено технологии GPU Turbo, не всегда она работает. В танке комфортно играть на средних. В PUBG можно на высоких, но иногда может подлагивать. В самый неподходящий момент. Большинство остальных игр будут летать на максималках даже не заикаясь. Я бы оценил процессор приблизительно на уровне Snapdragon 636. Чуть не дотягивает до Snapdragon 660. Но при этом нагрева сильного не ждите. Тут с этим полный порядок. 12-нанометровый техпроцесс в деле. Из датчиков, хоть и не флагманский, но полный набор. И отмечу отличную работу GPS. Как навигатор сойдет хорошо. А вот NFC в данной модели не предусмотрен. Да что вы со своим NFC в самом деле? О, привет, Андроид. А чем тебе не угодил NFC? Да не всем он нужен. Я вот без NFC обхожусь же. Просто мои создатели в Китае оплачивают QR-кодами. И там NFC почти не используется для оплаты. Ясно. Если нужен NFC, есть другие смартфоны. Вон обзор был у тебя на Honor 8X. Смотрите его. Подсказка вот. Спасибо. А мы продолжим. Знакомьтесь, это Андроид, который живет здесь, под оболочкой MOI. Да, шмотки у меня зачет. Оболочка должна быть знакома любителям Huawei. Повторюсь, все удобно. Вплоть до настроек звука в наушниках. Есть пресеты и эквалайзер. Для того, чтобы настроить под себя самое то. Также есть разные варианты управления. Есть три кнопки, есть одна. Жеста пока нет. Но в некоторых моделях компании уже появляется управление жестами. Скорее всего с обновлениями и сюда добавят. Подмечу еще раз, что гуглы из коробки в глобальной версии. В азиатскую продавцы из Алиэкспресс устанавливают вручную. Если смартфон сбросит до заводских настроек, они могут улетучиться. И нужно будет устанавливать уже вам еще раз. По связи тоже все отлично. Меня слышат хорошо, я тоже. Bluetooth 4.2, Wi-Fi поддерживает только один диапазон 2,4 ГГц. И даже FM-радио тут есть. Касаемо звука. В этом смартфоне это слабое место. Слуховой динамик громкий и четкий. Внешний динамик средний по качеству. Маловато объема. Хоть звук и не противный, но громкости хотелось бы больше. Но звонок не пропустите точно. В наушниках-вкладышах тоже большого запаса громкости нет. Скажем так, минимально необходимый уровень. Но можно пошаманить в настройках аудио. По качеству он тоже неплохой, но конечно не флагманский. Для любителей Bluetooth наушников, APTX поддерживается. Камеры. Основная 12 плюс 2 мегапикселя с поддержкой AI. А значит, когда телефон сочтет нужным, у вас будет трава зеленее. Да и остальные цвета ярче. При хорошем освещении можно будет получать очень неплохие фото, как в обычном режиме, так и портретном. Фото можно вручную размывать больше или меньше, уже после того, как вы сделали снимок. Но в недостатке освещения вас неизбежно ждут шумы. Камера не очень светочувствительна, с апертурой f2.2. И флагманского качества ждать не стоит. Фронталка хоть и 24 мегапикселя с апертурой f2.0 и даже дополнительный модуль есть на 2 мегапикселя. Но я бы не сказал, что камера блещет супер качеством. По крайней мере, меня она не удивила. Также тут есть ручной режим и даже приколы типа эмоджи. Можно отправлять друзьям что-то типа этого. Ха-ха, короче ребята, в наушниках звук Нормал Джан. Но сами понимаете, это из разряда раз поигрались и забыли. В целом камеры покажут среднее качество как в фото, так и в видеовозможностях. Тест съемки видео на Huawei Nova 3i. Или Huawei P Smart Plus. Что одно и то же. В общем, Full HD 30 кадров. Стабилизации видео нет. Вот такая у нас картинка. Проверим экспозицию. Видим, что камера, если небо очень светлое, то немного темнит. Автономность. 3340 мА. Казалось бы, на сегодня не такая уж большая цифра. Но как оказывается, для этого смартфона вполне достаточно. Ведь все дело в очень энергоэффективном Kirin 710. Это действительно клево, что при такой емкости вам с запасом хватит заряда на целый день. Вы не будете вспоминать о подзарядке до самой ночи при активном использовании. Если без фанатизма, конечно, его мучить. А так на целый день или даже полтора дня вам хватит. И это приятная особенность. Все больше смартфонов стоят живучими. Ну а толку с мощного железа, если батарейку нужно заряжать по два раза в день. Да, это жестко. Тут с этим порядок. Полчаса просмотра YouTube посадят его на 5-6%. Полчаса игр на 8%. И что мы имеем в сухом остатке. Современный дизайн. Премиальные на сегодня материалы корпуса. Приятный внешний вид. Небольшие габариты относительно большого 6,3 дюймового дисплея. Из нюансов нет Type-C разъема. Нет поддержки NFC. И звук внешнего динамика хотелось бы совсем чуточку громче. В остальном данный смартфон не зря пользуется спросом. И будет еще приятнее, если цены на него еще немного упадут. Или же уже упали. Смотрите по ссылкам в описании. И у нас, и в Китае. А с вами был Смарт Плюс. Подписывайтесь, потому что тут обзоры действительно годных за свою цену гаджетов. Всем пока и до новых видео. Ух, скоро испытаем процессор Snapdragon 710. И сравним его с Kirin 710. Тогда прячьтесь все у кого НТК. Чего ждешь, бро? Подписывайся. Субтитры сделал DimaTorzok